Итюб, мы с вами вернулись, и вы смотрите вторую часть обновленного обзора по модификации Witcher'и. Итак, поехали! Вот, мы с вами получили таких вот животных милых. Надеюсь, что они все-таки когда-нибудь ко мне придут. Так ты сидишь, так ты летаешь. У них по положению лапок можно определить, они, собственно, готовы следовать за вами или будут сидеть на месте. Давайте проверим, что они все-таки, да, они летят за нами, они телепортируются. И, собственно, вот такую вот сову мы можем как раз сделать своим компаньоном. Нам для этого понадобится алтарь на 8000 энергии. Давайте посмотрим, какой у меня сейчас алтарь. 5745. Сейчас я его догоню до 8000 и вернусь. Фух, наконец-то я смог себе алтарь довести до 8000 энергии. Как я не пытался оставить здесь все чисто, но не получилось. Вот, в любом случае нам с вами нужен круг 11 на 11. И нам, соответственно, нужен какой-то из наших питомцев. Ну, пусть это будет сова. Допустим, вот ты в круге, сиди. Остальные мне пока не сильно интересны. Кстати, для того... А, выпал. Итак, попробуем это сделать. Слеза богини. Запах чистоты. Tear of Goddess. Не понял. Tear of Goddess. Что-то там в Юрити. Одер, кажется. Запах чистоты. Weave of Magic. Diamond. Demonic Blood. Weave of Magic. Diamond. И Demonic Blood. Так, раз, два... Поехали. Раз, два, три, четыре, пять. Деактивируем первый ритуал и активируем второй. Сейчас, по идее, у нас из нашей с вами совы, из какой-то из... Должен получиться наш фамилиар. Из какой именно получилось? Вот из этой. Ее зовут Атена. Почему ее зовут Атена, не знаю. У нее 50 жизней. Она точно так же может управляться, как и обычная сова. Пойдем со мной. И, как я уже говорил, она нам позволит более удобно летать на нашей метле. Так что мы с вами будем такие настоящие ведьмаки. Если по какой-то причине ваш компаньон вам надоел, или вы хотите какого-нибудь другого, или, если, допустим, вашего компаньона убило, вы можете воспользоваться ритуалом восстановления, но для того, чтобы самостоятельно изгнать своего компаньона, делайте shift, правый клик, пустой рукой. И он уходит от вас. Для того, чтобы его призвать назад, опять же, если его вдруг убили, вам понадобится ритуал, off-summoning, и, собственно, вот здесь, который на 51-й странице, описано, что призывает вашего компаньона, который, ну, которого вы отправили назад, или который был убит. В принципе, ритуал не очень сложный и не очень дорогой. Единственное, что хочу еще заметить, то, что если ваш компаньон привязан к вам, то есть, если вы его привязали, если вы активировали ритуалом, то все повреждение, которое получаете вы, 10% от этого повреждения будет уходить компаньону. Повреждение, которое получает компаньон, 10% от этого повреждения будет уходить вам. Соответственно, если умирает ваш компаньон, ничего страшного не произошло, но если умираете вы, ваш компаньон также умрет. Вот такие вот, собственно, штуковины И теперь давайте я вам по-быстрому еще покажу, как сделать жабу И мы с вами перейдем к последней части обзора Помните наших замечательных мухоловок Критер СНР Ставим их сюда И теперь нам нужно каким-то образом в них приманить Четырех маленьких слаймов Я для этого дела даже, пожалуй, выйду из креатива Маленьких только Это не маленький, это маленький Так, три готова И четыре Готово Уйдите теперь отсюда Не мешайте мне, пожалуйста Вот расплодились, какого здорового слайма я случайно вызвал Когда нужно здорового слайма, блин, его фиг найдешь Так, вот это я Хотя не страшно Я в срывайвале Был бы я в креативе, я бы сейчас ругался Где они у нас? Вот они у нас, наши мухоловки С слизью Так, на наши грасперы Нам нужно поставить снова те же самые предметы Тот же самый заряженный камень силы Три мутанди с экстремиса Раз, два, три Посередине точно так же нужно поставить паутинку Она у меня еще осталась И, собственно, вместо Волка Сюда нужно взять Оцелота Или уже прирученного котенка Посерединке Дальше нашу паучку Шлеп И у нас появились жабочки Жабочек можно точно так же, как и сов, приманивать Правда, для этого нам подойдет гнилая плоть зомби Привет Такие вот милые животные При убийстве жабок вам дается лапка жабы Которую вы также можете потом использовать в каких-либо своих зельях И точно так же при помощи ритуала Вы можете их привязать в качестве своего компаньона Напомню, что жабы вам помогают варить заклинания Которые либо будут действовать дольше Либо вы просто получите большее количество В зависимости от варева Господи, варить заклинания Варить, конечно же, отвары И настои Я это имел в виду И у них точно так же могут в итоге вылупиться маленькие жабятки Вот такие вот милые создания Нам принесены модом вичери А теперь, собственно, последний аспект этого мода Потому что, допустим, смотрите, если мы с вами посмотрим на рецепт какого-нибудь из Dreamweaver Без разницы какого Мы увидим, что здесь вместо нитки появилась штука под названием Fancyful Thread Делается вот таким вот образом из Wispy Cotton Вот этот вот самый Wispy Cotton можно найти только в новом измерении Который добавлен модом вичери Который называется Spirit World или Мир Духов Каким образом туда попасть? Для этого нам нужно себе сварить зелье под названием Brew of Sleeping Brew of Sleeping, вот оно Варится оно, естественно, в котле при помощи вот таких вот ингредиентов Нам нужен артишок, кстати Кроме того, перед тем, как выбить это зелье Советую вам с собой взять штуки под названием Ice Needle Наверное, Ice Needle Это такая вот иголка ледяная Которая делается весьма просто Не понял, почему у нее нет рецепта Делается она при помощи обычной иголки И куска Куска снежка, который выпадает из подснежника Не понимаю, почему не показывается рецепт Возможно, в этой версии Маниф что-то изменил Ну, ладно, неважно Думаю, как-нибудь мы с вами разберемся Как в итоге сделать такие штуки Один нам нужен для того, чтобы вернуться из мира духов В мир живых, в наш оверворд Каким образом мы, собственно, с вами попадем в мир духов? Просто стоим и пьем Brew of Sleeping Кстати, обратите внимание, что все те предметы, которые будут у вас в инвентаре Они останутся здесь с вашим телом А вы, собственно, отправитесь в мир грез Вот здесь могут быть два варианта Вы можете попасть либо в добрый сон В приятный, в красивый Либо в кошмар Мы с вами попали как раз в кошмар Как видите, инвентарь пустой, как я и обещал У нас с вами с собой только иголки Здесь мы можем столкнуться с самыми нашими неприятными ночными кошмарами Вот, например, такими Ай, ай В зависимости от того, насколько у вас плохие сны У вас могут появляться те или иные кошмары Но при всем при этом, в этом мире Хотя он очень похож на овер Вы, в принципе, даже видите то, что вот здесь вот И озеро такое же, как у меня было Фух, успел Нет, не успел Если вы умираете в мире духов Вы просто возвращаетесь в овер Без проблем Давайте выпьем еще раз Да не дрю, а брю Офслипин Для того, чтобы все-таки попробовать Там найти то, что нам необходимо Дубль два И у нас снова с вами получился кошмар Здесь нам нужно найти специальные цветочки В кошмаре у вас будут расти кошмарные цветочки В хорошем сне у вас будут расти хорошие цветочки И, собственно, где же мне их все-таки найти Чтобы вам продемонстрировать, как они выглядят На самом деле, не исключаю, что Мне нужно пойти в какой-нибудь неоткрытый биом Это же у меня, как вы знаете, мир для спотлайтов Исключительно для моих обзоров И поэтому у меня здесь, наверное, уже все открыто Хорошо, сейчас найду цветочек и вернусь Окей, кстати, YouTube, смотрите Маленький дух Красиво летает Такая вот штукенция Ну давай, убегай от меня В принципе, мы их можем оглушить Но я в креативе не знаю, получится или нет Его нужно было оглушить чем-нибудь посерьезней Для того, чтобы его в итоге подобрать Нам, в принципе, такие штучки Могут понадобиться для некоторых ритуалов Потому что, в итоге, мы с вами получим Оглушенный дух Ладно, цветочек Ага, YouTube Так, уйди, кошмар Кошмар, уйди Вот, собственно, я нашел эту штуку Называется Whispy Cotton Ну, если я ее сейчас разобью Я, соответственно, ее уничтожу Но я ее возьму из НИА Кроме того, мы можем найти такой же цветочек Только черненький Он называется Disturbed Cotton В принципе, как правило, цветочки, которые беленькие Они растут в хороших снах Цветочки, которые черненькие Они растут в кошмарах Ну, вот, у меня так получилось Что я нашел другие цветы здесь Но не суть важно Давайте вернемся в Овер Возьмем, собственно, иголку И уколем себе пальчик Правой кнопкой мышки Как только мы это сделали Мы, собственно, с вами Очутимся в Овере Но у нас это измерение работает По принципу Незера То есть мы с вами очутимся Не в том месте, где мы с вами засыпали Нет, в том же месте Странно, я, по идее, должен был очутиться в другом месте Но, возможно, так случилось Из-за того, что то место, где я был В Овере не сгенерировано Скорее всего, так оно и есть Потому что я туда в Овере вряд ли ходил Вот И при всем при этом, как вы видите, назад Мы с вами вполне себе принесли Уиспи Коттон И Disturbed Cotton Зачем они нам нужны? Есть еще, собственно, одна машинка Называется Spinning Wheel Или Прялка Делать эта штука не очень сложно Вот таким вот образом Давайте я ее поставлю куда-нибудь рядом с нашим алтарем Потому что ей бывает нужна энергия из алтаря Ну, допустим, куда-нибудь вот сюда Вот, собственно, она требует энергии Исчезла эта палочка Теперь, соответственно, мы можем при помощи нее Сделать себе несколько штукенций Мы можем себе сделать, собственно, Fenceful Thread Который используется как раз для производства положительных ловцов снов Или навевателей снов, нагнетателей Кроме того, можем сделать Charm Of Fenceful Thinking Если честно, не знаю, что это такое Видимо, что-то еще новенькое Ну, не важно Либо, соответственно, мы можем использовать Вот эту вот штуковину Для того, чтобы получить Tormented Vine Которую мы, в свою очередь, можем использовать Для наших навевателей кошмаров Которые плохие Которые Dreamweaver of Nightmares Кстати, в этой версии у навевателя кошмаров Есть еще одно предназначение В отличие от своего прямого эффекта Где у нас здесь есть То есть, если вы его повесите над кроватью Какого-нибудь своего недружелюбного человека Он все еще будет ему давать кошмары Но если вы его повесите куда-нибудь на дерево И рядом с ним выбьете, собственно, наш отвар сна У вас есть шанс получить, наоборот, сон прекрасный и стабильный Но у меня, к сожалению, это сделать опять не получилось Давайте попробуем еще раз Ну Получится Вот Кажется, у нас с вами получился Прелестный, прекрасный сон Здесь нет наших кошмаров Здесь мы можем с вами себе вполне гулять И что-то даже делать Единственное, что не забывайте, пожалуйста, то, что у вас все-таки не будет с собой никаких предметов Когда вы попадете в этот мир Кроме того Если вы перед тем, как отправитесь в такой мир Проведете над собой ритуал Который называется Ride of Manifestation То есть, вы появляетесь в оверворде В виде призрака из мира духов Вам нужны следующие предметы Да, в принципе, давайте, наверное, его над собой проведем И давайте перекрасим себе круг в нужный цвет Нам нужен гипс Белок И артана Красься Отлично И ритуал Артана Какой-то там год Порох Да не надо все это на меня-то назад сбрасывать Spectral Dust Necromantic Stone И золотая кирка Поехали Ставим в кругу И у нас случился ритуал Теперь Если мы с вами себе сделаем специальный настой Настой парящего духа Который, в принципе, можно сварить только в мире духов Я его с собой попробую взять И давайте попробуем с вами теперь еще раз Пойти в мир духов Где тут наша Brew of sleeping Пьем Здравствуй, мир духов Мы себе Сможем сделать портал Да, ну, собственно, у меня с собой ничего не сохранилось Единственное, что нам здесь придется с вами Где-то отыскать снег И, кроме того, нам все еще нужен Brew of flowing spirit Портал делается таким вот образом В принципе, очень похоже на Nether портал С той лишь разницей, что он высотой 2 Теперь при помощи нашего Вот этого вот Brew of flowing spirit Мы портал активируем Как только мы это сделали Мы можем через него пройти И мы с вами окажемся в овере Все бы ничего Все хорошо Но обратите внимание Я призрак Я больше не зиг И более того Если мы с вами подойдем к тому месту Где мы с вами устули Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Вот он я, лежу Вот При всем при этом Обратите внимание То, что тело-то ваше находится здесь И, соответственно Любые игроки, которые будут рядом И захотят вам зла Смогут вас здесь Успешненько замочить И забрать ваши вещи Если вы умрете В любой из инкарнаций духов Вы просто вернетесь в свое тело Но если ваше тело будет мертво Соответственно Вы в него вернетесь В виде уже мертвого духа Вот По умолчанию У вас есть 2,5 минуты На то, чтобы В виде духа Прогуливаться в овере В принципе Учитывая то, что Вы, собственно Выходите из портала В потустороннем мире Вы можете таким образом Себе сделать какую-нибудь Секретную комнату в базе Проход в которую Будет открываться Только через Как раз вот этот вот Самый мир духов Главное запомните Вы поставили портал И там не знаю Каким образом Его замаскировать Замуровать в скале Так, чтобы даже Никто не представлял Что у вас там На самом деле база Но при всем при этом Не забывайте то, что Тело-то ваше Вот оно Лежит Для того, чтобы вернуться Назад в мир духов Просто уколите себя Иголкой И соответственно Если вы себя Уколите иголкой Еще раз Вы вернетесь в овер Уже в свое тело Вот, собственно И все мои предметы Снова со мной При помощи Нашей жаровни Если вы посмотрите В книжку Про колдовство И идолов Вы увидите Что там есть способ Оставаться В оверворде Настолько Долго Насколько вам Нужно Единственное Что вы не сможете Выходить за пределы Жаровни На-на-на-на-на-на-на Не могу сейчас Найти этот рецепт Но где-то он есть Да Надо будет еще Пожалуй Потом поискать Где-то Вот, собственно Такой Тоже у нас Появляется еще одно измерение Правда Его наконец-то Непригодно использовать Для копания Потому что у вас С собой не будет Почти что ничего Из овера Список тех предметов Которые вы можете С собой носить В мир духов Он есть на вики Описание на вики Естественно Как и ссылку на мод Я оставлю в описании к видео Так что без проблем Зайдете Посмотрите Вот И при всем при этом Я вам хочу показать Последнюю Собственно Инновацию В модификации Forestry Прежде чем мы с вами Будем прощаться Инновация Называется Quartz Sphere Такая вот штуковина Собственно Сфера из кварца Делается просто Для того Чтобы эту штуку Нам активировать Нам снова понадобится Ритуал И снова ритуал Связывания Или связи А вот и ничего подобного Я вас обманул Нам потребуется Ритуал инфузии На странице 58 он находится Нам требуется Кварцевая сфера Нам требуется Золотой слиток И масло Счастье Happiness Чтоб Неизвестный ритуал Скорее всего Он проводится Ночью Да Так и есть Включим Ночь Нет Не включил Ночь И еще раз Пошел ритуал На выходе Мы с вами Получаем Такой Странненький Предмет Под названием Хрустальный шар Давайте его Куда-нибудь поставим При всем при этом Естественно Его ставить Можно не так Его можно ставить На постамент Чтобы было симпатичнее Вы знаете Как у меня С симпатичностью Дела обстоят Я просто не умею Делать красиво Вот Теперь соответственно Либо вы Либо кто-то Из игроков Который будет стоять Рядом В радиусе действия Этого шара Который не очень большой В районе По-моему Двух блоков С каждой стороны По нажатию Правой кнопкой мышки Вы фактически Себе нарисуете Ближайшую судьбу Судьба рисуется Самая разная Но пожалуйста Не забывайте Как только вы это сделали Пути назад нет Ваша судьба Будет предрешена Давайте попробуем Вот собственно Мне шарик предсказал Что я споткнусь И упаду Что это означает Если допустим Вам шарик предсказал Что вы утонете Под вами внезапно То есть вы гуляете И ничего не подозреваете Появится такое небольшое озеро Если шар вам скажет Что вас ударит стрелой Знайте Что где-то рядом Заспавнился скелет Если вам шарик скажет Что вас спасет незнакомец Вам на помощь придут совы Неоткуда Понятно взявшиеся И соответственно Все в таком духе Вот Пока мы с вами Будем продолжать обзор Я думаю Что с нами случится Вот эта вот гадость Причем поменять судьбу Вы не можете Каждый раз Когда вы будете кликать Правой кнопкой мышки По шарику Вы увидите Всю ту же самую судьбу До тех пор Пока заклинание не сбудется Не заклинание А предсказание Соответственно Вот все Ждем что мы теперь Будем падать с вами Скорее всего Я думаю что под нами Появится какая-нибудь Большая яма Давайте включим день Выключим ночь И собственно Я расскажу Про еще одну вещь Про которую я почему-то Рассказать забыл Если мы увидим Книжку Под названием Witchcraft Symbology Или симвология Которая делается Это не она Опять же Делается она Вот таким вот образом Нам нужна веточка Enter То мы Собственно сможем Себе сделать Еще одну Забавную штукенцию Сейчас секунду Я вспомню Как она называется Называется она Mystic branch Или Волшебная палочка Собственно Мистическая Или ветвь Вот такая вот штукенция Рецепта у нее нету Означает то Что она делается При помощи ритуала Мы собственно Видим Каким образом Она работает Та-та-та-та-та Ну С ней совершенно точно Есть ритуал Где-то вот он здесь Точно должен быть Ну ладно Опять же Советую вам Посмотреть вики Потому что Что-то сейчас Я его быстро найти не могу Хотя если найду Тоже потом просто Оставлю в описании Небольшую ссылочку Вот Для того чтобы Пользоваться этой палочкой Мы с вами должны быть зачарованы То есть на нас с вами Должна висеть инфузия Как вы помните Есть четыре вида Инфузии Вот они В зависимости от того Какой мы с вами Используем катализатор У нас будет та или иная инфузия Ну давайте себе сделаем Допустим Soul of the world Soul of the world И еще раз вам напоминаю Не забывайте Что как только вы Будете заниматься инфузией Вам обязательно Потребуется Сделать себе Куклу защиты от смерти Иначе вы успешненько В этом ритуале Погибнете Так Гипс Ритуальный мерл Что-то там было нужно еще А Ну да Артана Давайте себе перекрасим круг В белый Чтобы у нас с вами было В итоге Два белых круга Артана вернись Так Теперь Мы с вами в креативе Делаем себе Зачарование И Бабах У нас снова получилась земля Я если честно думал Что я вам покажу что-то другое Но нет Не получилось Зачем я собственно себя зачаровал Давайте снова вернемся к книжке И увидим То что при помощи нашей палочки Мы можем делать такие Как бы сказать Пассы Ей То есть вводить ее в нужную сторону Для того чтобы у нас получилось То или иное заклинание Ну вот допустим Заклинание создания воды Вверх-вверх Вправо-вправо-вниз Берем нашу палочку И аккуратненько ей движем Вверх Правая кнопка мышки Вверх-вверх Вверх-вправо-вправо-вниз Вот у нас нарисовано заклинание Теперь собственно мы После того как наше заклинание нарисовали Мы уже можем перемещать мышку как угодно У нас ничего меняется не будет То есть мы выбираем с вами цель Ну допустим вот здесь мы с вами хотим создать воду Отпускаем мышку И мы сделали воду Таких собственно вариантов использования палочки много Можно допустим Закрыть дверь Ну ладно неинтересно да Есть также виды заклинаний Которые помечены таким тегом Forbidden Или запрещенная магия Если мы с вами вернемся к первой страничке Мы увидим что для использования запрещенной магии Нам обязательно требуется Infernal Infusion И никакая другая То есть мы с вами себя зачаровали на землю Нам как бы пользоваться такими заграниями нельзя Вот допустим заграния копания Вверх-вверх Влево-вниз Давайте попробуем Вверх-вверх Влево Ааа Мимо Вверх-вверх Влево-вниз И что-нибудь попробуем выкопать Ать Отлично Совершенно бесполезная вещь Но на самом деле очень прикольная механика Ну допустим Слабое лечение Вправо-вверх Влево-вниз Вниз-вниз Вверх-вверх Давайте попробуем себе Сделать какого-нибудь зомби Надеюсь что он будет с чем-нибудь А хотя я могу ему дать меч Ай Только не сгорай Только не сгорай На тебе меч Бери меч Не хочешь меч? Ладно давайте сделаем ночь Ночь Ну все Прекращай гореть Уже ночь Тебе уже хорошо должно быть На тебе меч Возьми ты меч-то Вот дурацкие зомби Может быть мне нужно для этого выйти из креатива Бери меч Меч бери Дурак какой Не хочет брать меч Ну и фиг с тобой-то да Вот Ну в общем-то Вот это вот самое Вверх-вверх-вниз Будет разоружать цель Ну здесь разоружать нечего на самом деле Вверх Вверх-вниз Теперь выбрать цель И разоружить Я промахнулся Ах Я упал Ах Я сейчас умру Ух Я не умер Вот Соответственно как бы здесь можно Всякие разные Найти варианты Используемые палочки Давайте все-таки вернемся в день И самое последнее Что я вам расскажу про мод Для некоторых ритуалов Сейчас я найду какой-нибудь из них Например вот этот Проклятие дождя В виде жаб Рейнен Тодз Собственно Что делает этот ритуал Начинает идти дождь Из ядовитых жаб Которые будут наносить Повреждения ядам Всем окружающим В данном случае У нас написано Что нам требуется шабаш Из одной или более ведьм Что такое шабаш Как его получить Как только вы себе поставили Форестри И позволили ему Сделать Волд Джен У вас в миру Помимо стандартных Собственно Структур Из Господи Форестри Вичери конечно же Помимо стандартных Структур из Вичери Будут также Спауниться В деревнях Допустим Специальные ведьмы Которые называются Вич Кавен Или Кавен Вич Кавен Вич Наверное Давайте просто Заспауним одну Да чтоб тебя Откуда вас столько Такая вот Симпатичная штуковина Похожая на жителя Носатая С бородавкой Все как положено При всем при этом В отличии от обычных Ведьм из ванилы Майнкрафта Эти штуки не агрессивные Как я уже говорил Они даже иногда Селятся в деревнях Для того чтобы нам Эту ведьму уговорить Вступить к нам В шабаш Нам нужно с ней Поговорить правой Кнопкой мышки Вот только она Убегает куда-то Давайте поставим Другую Вот сюда Вот мы с ней Разговариваем И она говорит Почему мы Тратим ее время Мы ее не интересуем Мы недостаточно Продвинуты В искусстве Что это означает И собственно Как только я Призвал назад Своего компаньона Ведьма со мной Начала говорить Она мне дала задание Убей 30 скелетов И примеси мне Их кости Говори со мной Снова Если ты принимаешь Задание Говори С ней снова Она говорит Что да Давай-ка Дуй Убивай Кости 30 скелетов Давайте просто Себе возьмем Кости 30 скелетов Это 30 костей Много Как костей Она хочет Любит Наверное Кости И даем Нашей ведьме Стой Еще 29 28 27 26 25 Какая веселая старушка с бородавкой И она, собственно, присоединилась к нам в наш шабаш Теперь, для того, чтобы, собственно, активировать что-то из шабаша Нам нужен предмет названием Sear Stone Такая вот штукенция Делается он при помощи ритуала Вот этого вот, Right of Infusion, на странице 59 Нам требуется также сфера из кварца, обсидиан И масло удачи, масло счастья Собственно, в итоге мы получаем себе Sear Stone И каким образом он работает Давайте найдем, скажем, то же самое заклинание, которое у нас вызывало дождик Вот оно, проклятие дождя из жаб Нам требуется шабаш, как минимум, из одной ведьмы Так, давайте попробуем его сделать Attuned Stone Charged Нет у меня его Attuned Stone Нет Дальше Redstone Soup Rick of Misfortune Redstone Soup Rick of Misfortune Вот, собственно, нам требуется лапка жабы О, я, собственно, упал Проклятие сбылось Ямка Естественно, это происходит, когда вы меньше всего ожидаете Water Bucket Toe of Frog В принципе, то, это палец на ноге, но я не думаю, что это похоже на палец на ноге И Беладонна Беладонна Так, кроме того, нам требуется красный круг 11х11 Значит, нам нужно два красных мела Один гипс И артана у нас есть Давайте сначала переделаем себе круг Вот этот круг должен стать красным Так и есть И теперь попробуем произвести этот ритуал Так, ведро воды Лапка жабы Беладонна Что там было еще-то нужно? Redstone Soup Rick of Misfortune И A Tune Stone A Tune Stone Вот он ты Теперь для того, чтобы призвать, собственно, ведьму нам помогать Воспользуемся нашим Seer Stone Для того, чтобы активировать ритуал Нажмем им правой кнопкой мышки по сердцу нашего ритуала И вот появилась наша ведьмочка Собственно, происходит наш процесс Наш ритуал И, как мы видим, у нас пошел Дождик Пока еще не пошел Пока еще тут гром и молния И вот жабы Жабы падают с неба Ядовитые Противные Скользкие лягушки Хе-хе-хе Вот такие вот веселые ведьмы Вот, а при всем при этом, YouTube Мы с вами закончили обозревать Обновленные аспекты в модификации Witcher Я надеюсь, что вам понравилось И на всякий случай Если вы все-таки вначале пропустили ссылку Я сейчас еще раз ее показываю Если вы ничего не поняли в этом моде Если вы хотите узнать, собственно, с чего же начинать Пожалуйста, посмотрите мой самый первый обзор Ну что С вами был Зигзе Хедж Я надеюсь, что вам понравилось До новых встреч Счастливо!